Здравствуйте! Эфир телеканала ННТ продолжает информационная программа новости 24. Студия Тикат Магомедова и вот что у нас на этот час. Празднование 102-летия государственного и общественного деятеля Джаладина Каркмасова состоялось в столице республики. Авторская выставка картин известного художника Бунямина Калаева открылась в Махачкале. Более полутора тысяч продуктовых наборов для нуждающихся. Фонд Инсан провел акцию «Продукты в каждый дом». В Махачкале отметили 140-летний юбилей со дня рождения Джаладина Сельдеревича Каркмасова. Почтить память великого дагестанского реформатора, дипломата и публициста собрались в здании русского драматического театра первые лица республики, преподаватели вузов и студенты. Как отзываются дагестанцы о великом государственном и общественном деятеле узнавала Ларьяна Шамхалаева. Врожденная харизма, учеба в Сарбоне, ответственные посты в Дагестане и Москве. Каркмасова называли представителем трех великих культур – восточной, европейской и русской. Он – отец первой дагестанской конституции. Как отмечали спикеры за годы правления Каркмасовым, с 1917 по 1931 Дагестан упоминался как образцовая восточная республика в аграрно-индустриальном и социально-экономическом плане. Соуместно со своими соратниками основал в Дагестане государственность. Государственность построил Советскую Социалистическую Республику, чтобы улучшить жизнь трудового народа, дать им возможность, как цивилизованные люди, жить, учиться и работать. Современники вспоминали духовный облик Каркмасова и, восхваляя обаяние его личности, они встретились с снуком Джалалы Дина, Анатолием Каркмасовым, который в свою очередь поблагодарил поклонников великого ученого за праздник, проводимый на государственном уровне. Спасибо за праздник, историчность которого еще и в том, что проводимый сегодня на государственном уровне, он в деле государственного строительства происходит момент переломный, реконструктивный, момент больших ожиданий надежды гейсанского народа на оздоровление и развитие. На память всем гостям мероприятия подарили глянцевые журналы от желалой Дине Каркмасове. Ларьяна Шемхалаева, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. В историческом парке «Россия. Моя история» прошла выставка Бунямина Калаева «Фотосинтез». Художник представил более 30 своих работ. Среди них портреты, пейзажи и колоритные изображения дагестанских аулов. Картины Калаева – это попытка выразить что-то сокровенное и важное для самого автора. Тема работы, по его словам, является свет, потому что, по сути, все состоит из него. Посетителями были как поклонники творчества Калаева, так и те, кто на выставку художника попал впервые. На его выставке я в первый раз, но с его картинами я была знакома еще давно. А какая картина тебе на этой выставке понравилась? Мне понравилась больше всего эта работа, потому что здесь такое восхитительное сочетание лиловых гор с природой, с деревьями. Я бы очень хотела оказаться на этом месте. Множество работ художника находятся в Москве и в частных коллекциях. Сегодня благотворительный фонд «Инсан» в очередной раз провел акцию «Продукты в каждый дом». Волонтеры распределили полутора тысячи продуктовых наборов среди подопечных фонда. Проводится акция со дня создания фонда и ежегодно к ней привлекается все большее количество волонтеров. На этот раз волонтеры распределили более полутора тысяч продуктов среди трехсот семей подопечных фонда «Инсан». Всем тем, кто помог, это благоугодные акции, волонтерам, жителям. Дай Бог вам удачи и дальше силы, чтобы провести такую благоугодную акцию. «Продукты в каждый дом» – это хороший шанс дать возможность людям получить необходимую еду. Каждому подопечному фонда выдается одинаковый набор. Деньги могут потратиться не по назначению, а продукты. Это наиболее весомый вклад в помощь тем, кто действительно в ней нуждается. Спасибо всем, кто помогает. Очень хорошая поддержка. Это нам огромная благодарность «Инсану» и всем, кто участвует в этом. В Махачкале прошла акция «Розовая ленточка в твоем городе», в рамках которой женщины смогли провериться на рак молочной железы и получить бесплатную консультацию мамолога. Ежегодно акцию проводит Минздрав Дагестана. Направлена она на профилактику молочной железы. Проводится целый комплекс информационно-просветительских мероприятий, направленных на формирование в обществе культуры и ответственное отношение к здоровью. А современная диагностика повышает шансы на выздоровление. Обнаружена на ранних стадиях рак груди. Я призываю все население своевременно обследоваться. Эти обследования не только в рамках акции можно проводить, их можно проводить ежедневно, потому что все наши государственные организации работают в обычном режиме, в круглогодичном режиме. Поэтому сегодня мы проводим акцию, а дальше, я думаю, это будет стартом для дальнейшего обследования, более массового обследования и обращения женщин. Акция «Розовая ленточка» не только выявляет рак молочной железы на ранних стадиях, но и помогает женщинам развивать в себе внимательное и бережное отношение к своему здоровью. Помимо бесплатных обследований, акция включает насыщенную информационную программу, ориентированную как на широкую общественность, так и на медицинское общество. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации вы можете найти на нашем сайте nnttv.ru. Ну а сразу после нас смотрите программу «Ремарка» Ханжана Курбанова. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова